Бороться с лихачами сотрудникам ГИБДД в Ивановской области станет легче. Правительством региона приобретены 20 новых передвижных фоторадарных комплексов. Это специализированное оборудование устанавливают вдоль тех магистралей, где нередко происходят дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом. Речь идет как о выживленных улицах областного центра, так и о федеральных трассах. Основная задача, конечно, это не сбор денег за штрафы, а именно повышение безопасности дорожного движения и снижение смертности именно от нарушений скоростного режима. Граждане, которые не хотят, скажем так, мириться с тем, что они едут быстро, и при этом им выписывается постановление об административном правонарушении, ну, как бы есть законные способы, да, они могут оспорить это в суде, но если они по закону неправы, то, соответственно, необходимо платить штраф. Прежде чем специализированное оборудование по фиксации нарушений будет выставлено на улице, персонал проходит подробный инструктаж. От правильности установки передвижного комплекса зависит качество снимков, что немаловажно. Лица этих людей показывать нельзя. Работая вдоль дороги, они подвергают себя большому риску. Были даже случаи, когда недовольные автомобилисты-нарушители открывали стрельбу из травматического пистолета. В таком случае сотрудник, работающий с прибором, обращается в дежурную часть и приезжает наряд ГИБДД на точку дислокации. Все точки дислокации, они известны заранее, соответственно, дежурные части про них знают. В каждой машине находится ГЛОНАСС-маяк, который отслеживает местоположение сотрудника. Применение фоторадарных передвижных комплексов приносит свои плоды, как результат спасенные человеческие жизни. Применение специальных технических средств, как показала практика, как правило, исключает совершение дорожно-транспортных происшествий на участках дорог, где они применяются. Так, в качестве примера мы можем привести, что активное применение специальных технических средств в начале года на аварийно-опасном направлении с Владимира непосредственно нам позволило исключить на период новогодних праздников полностью дорожно-транспортные происшествия на данном участке дороги. В этом году для Ивановской области планируется закупить еще 39 передвижных фоторадарных комплексов. Появится и стационарное оборудование для фиксации нарушений. Первой ласточкой станет перекресток улиц 10 августа и Марии Рябининой. Там фоторадары начнут работать уже в мае.